Булки Булки это наша база, это наш фундамент Неважно, главное взять что-то, чем что 3 минуты 20 секунд без выдержанного веселья Ну и как мы сможем щелкать семечки, если у нас колени не сгибаются Тяжело будет Всем привет, меня зовут Цыганова Аня И мы с вами находимся на канале Федерации скалолазаний России Сезон уже подходит к концу и самое время восстанавливаться Поэтому в сегодняшнем выпуске речь пойдет о самой важной части тела скалолаза И это ноги Да, это ноги Потому что если мы умеем лазать ногами Если мы хорошо ставим ноги То наше КПД в лазании увеличивается вообще во много раз И если наши ноги и таз подвижны То это нам позволяет заходить в такие позиции В которых мы можем очень хорошо сбрасывать тонус И не копить лишнее напряжение в руках Ну и вообще ноги людям нужны не только для того, чтобы лазать Хотя это очень важно Ноги нам нужны для того, чтобы ходить в красивые головокружительные походы Бегать, прыгать Еще можно сидеть на корточках Щелкать семочки И если у нас колени не двигаются И нам будет сложно сидеть То семочки щелкать не очень-то и удобно Поэтому начнем Оборудование, которое нам сегодня понадобится Это ролл Это жесткий шарик Это шарик помягче Я использую обычный теннисный шарик Это круглая резинка Либо обычная резинка Не большой жесткости Обычную резинку можно просто завязать И резинка уже пожестче Еще нам сегодня понадобится фитбол Можно на нем Тоже, кстати, можно на нем на корточках сидеть Я не знаю, кстати У меня это получится или нет Ладно, об этом мы узнаем в конце выпуска И нестабильная платформа Ну на ней точно вообще все должно получиться Прям Оп Четко Но если у вас нету этого оборудования Ничего страшного Мы в процессе расскажем Чем его заменить Первое упражнение Раскатка роллом передней поверхности бедра Это такое базовое упражнение Мы ложимся И начинаем прокатывать Делаем в таком достаточно медленном темпе Чем медленнее темп Тем у нас глубже воздействие Если мы нашли какую-то особенно болевую точку То можно еще сделать такие движения Сгибания Сгибания в колени Тогда мы усилим воздействие на наши мышцы Если мы просто катаем То можно сделать таких 10-12 медленных прокатов Следующее упражнение Раскатка внутренней поверхности бедра Мы кладем ролл перпендикулярно ноге Берем ногу Кладем ногу И начинаем раскатывать внутреннюю поверхность бедра Ваза не сильно участвует при водящей мышце бедра Поэтому это упражнение очень эффективно И также оно влияет на раскрытие нашего таза Потому что если у нас мышцы здесь зажатые Соответственно у нас нету просто вот этого объема движения Также в этом движении мы можем найти болевую точку И делать тоже вот такие сгибания-разгибания Постепенно перемещая ролл выше по ноге Следующее упражнение Это раскатка задней поверхности бедра Ее можно делать в двух позициях Первое это просто стандартно Мы кладем ногу на ролл И начинаем раскатывать Точно так же примерно по 10-12 повторений Чтобы сильнее проработать наши мышцы Можно встать на колено И вот таким образом сесть на ролл И как бы немножко придавливая своими руками Вот так вот повминать мышцу Катаем его поперек И дальше передвигаем ролл И тоже катаем поперек Можно придавить руками Можно придавить локтем Как вам удобнее Как вы лучше себя чувствуете И тоже если вы находите Какую-то более зажатую точку То над ней можно поработать подольше Далее выполняем раскатку Внешней поверхности бедра Ложимся ногой И всем своим весом Давим на ролл Прокатка этого места может быть достаточно болезненной Поэтому если вам прям очень больно всем весом Можно одну ногу поставить вперед Как бы вес перевести на эту ногу Тогда вы можете снизить давление Мы прокатываем от коленной чашечки До тазовых костей Выше не нужно О, как хорошо Далее переходим на икроножную мышцу Мы одной ногой придавливаем вторую Чтобы увеличить давление И встаем на руки И всем весом начинаем раскатывать икру Сначала можно ее раскатывать просто прямо И можно второй ногой придавить И тоже из стороны в сторону Вот так вот повминать прям мышцы в ролл Выполняем таких по 10-12 движений Следующее упражнение Это раскатка ягодичных мышц И в задней поверхности Мы становимся на ролл И одну ногу запрокидываем на другую Для того, чтобы растянуть нашу ягодичную мышцу И начинаем раскатывать Вообще ягодицы это одна из самых важных мышц в теле человека Но у нас нету не важных Но сильные ягодицы это стабильное колено Стабильная спина Поэтому очень важно уделять им внимание И также ягодицы очень важны в лазании Потому что именно за счет них И спины мы прижимаем свое тело ближе к стене И когда вы лазаете положительные какие-то трассы на лежачке То очень важно сжимать булки Чтобы вы не упали Булки это наша база Это наш фундамент Поэтому пеките их И заботьтесь о них Очень хорошо Следующее упражнение Раз уж мы говорим о ягодицах Это миофасциальный релиз В наружных ротаторах бедра Выполняется следующим образом Мы берем шарик И находим прям центр булки Или проекцию грушевидной мышцы Кладем шарик сюда Ложимся на него Вот таким образом И одну ногу отводим в сторону Вот так лягушечкой И чуть-чуть поерзав на шарике Мы находим прям самую болевую точку И задерживаемся в ней Задерживаемся на 90-120 секунд И начинаем дышать Просто выдыхать и расслабляться Очень важно в миофасциальном релизе Это ваша ментальная работа Потому что если вы просто засунете шары И будете там в каких-то своих мыслях витать Будет один эффект Но если вы осознанно будете направлять дыхание В ту точку Где у вас болезненно И будете прям мысленно заставлять Эту точку расслабиться То будет гораздо больше эффект Всегда вот такие тренировки были После того, как прошло примерно 2 минуты Можно пораскатывать ягодицу И можете найти какие-то болевые участки И в них тоже можно зафиксироваться Также повыдыхать И чуть-чуть подвигать мышцами Это упражнение очень мне спасало жизнь Когда я выступала на Кубках мира на скорость Потому что там было очень много Такой ударной прыжковой нагрузки Соревнования проходили вообще в абсолютно разных местах То есть там не было никогда идеального покрытия И после того, как я напрыгаюсь на разминке И набегаюсь на эталоне У меня просто дико болела спина И я не могла вообще Я реально не могла уснуть от боли И поэтому вот это упражнение Каждый раз после старта Я прям очень долго, мне кажется Я по полчаса катала просто этот шарик И только после этого могла спать Также это упражнение может помочь В том случае, если у вас болит поясница Потому что зачастую проблемы не в самой пояснице А в каких-то мышцах, которые поджимают ваши нервы Поэтому если чувствуете какую-то прям вот такую тяжесть в пояснице То попробуйте это упражнение Следующее упражнение Это миофасциальный релиз напрягателей широкой фасции бедра Для этого нам понадобится более мягкий шарик Я использую теннисный Потому что это воздействие может быть достаточно болезненно Выполняется оно следующим образом Мы ищем вот эти тазовые бугры И идем прямо от них на боковую поверхность бедра И сюда как раз кладем наш шарик Ложимся на бок Вот таким образом Упор одной ноги у нас на коврике И мы находим прям такую болючую, гадкую точку И выполняем разгибание в тазобедренном суставе Делаем вот такое движение Примерно 15 повторений Ой, да Чувствуется, есть там напряжение Далее выполним миофасциальный релиз задней поверхности бедра Это удобнее делать на тумбе Или на столе Или на стуле В общем, вам нужна под ногой жесткая поверхность Чтобы она вот так вот свисала Мы ставим шарик над коленкой Примерно вот сюда И надавливаем сверху И держим 90-120 секунд Эта точка может быть тоже достаточно болезненной Здесь, конечно, не очень удобно Вот эта штука мягкая И достаточного эффекта не даст Поэтому лучше, чтобы здесь была какая-то прям жесткая поверхность И мы вот так немножко задавливаем мячик И держим 90-120 секунд В этой точке находится крепление бицепса бедра Полусухожильных, полуперепончатых мышц Поэтому очень много там может быть напряжения И после того, как вы прорелизите эту точку Можете сделать такой тест Вот так вот ноги поподнимаете И та нога, в которой мы держали шарик Будет подниматься гораздо легче После того, как мы подержали шарик под коленкой Можно его перенести чуть-чуть выше Тоже немножко надавить на ногу И выполнить загибание, разгибание в колени Находим какую-то более болезненную точку Можно ногу вот так из стороны в стороны Покачать и подделать сгибание, разгибание Я думаю, у каждого здесь будет масса приятных Или не очень приятных ощущений Но очень важно расслаблять эти мышцы Чтобы потом у вас была хорошая амплитуда И свобода движения Далее выполним релиз икроножных мышц Мы делим икроножную мышцу на три части Примерно выбираем три точки Это внизу, посередине и чуть выше Ставим мячик в первую точку второй ногой Прижимаем сверху и выполняем вот такие круговые движения стопой 15 движений в одну сторону и 15 движений в другую Передвигаем мячик в следующую точку Тоже придавливаем его сверху И начинаем вращать Это упражнение можно делать вот так Расслабившись, полулежа Смотреть выпуски, залазать Или наблюдать закат Или все что угодно И одновременно расслаблять наши мышцы Не забываем, что все упражнения Которые мы выполнили на одну ногу С тем же количеством повторений Выполняем на вторую Еще одно упражнение для нашей голени Это раскатка передней части Здесь находится большеберцовая мышца И ее раскатываем следующим образом Кладем вот так вот немножко О, господи боже, на бочок И начинаем раскатывать Мама, ну, почему там, да? И выполним еще одно упражнение Это миофасциальный релиз Подошвенной части стопы Мы берем жесткий шарик И сначала становимся Основанием стопы Задавливаем его И делаем сначала вот такие Сгибания-разгибания пальцев И прокатываем поперек стопы Тоже там может быть достаточно болезненно Вот здесь у основания пальчиков Далее мы делаем сгибание-разгибание пальцев И вводим мячик чуть-чуть дальше В дом стопы Далее прокатываем свод стопы И далее мы останавливаемся На месте крепления подошвенных мышц стопы К пятке Нам нужно, чтобы вторая нога Стояла примерно на том же уровне Можно подложить кубик Или книжку, или камушек И мы встаем этой частью на мячик Переносим вес на ногу с мячиком И стоим Наблюдаем, как растут деревья В течение 90-120 секунд Если вы ведете активный образ жизни Любите походы, какие-то путешествия То очень важно уделять время восстановлению ног И я всегда с собой ношу мячик Но если у вас его с собой нет То можно использовать камень Или шишку, или что-нибудь такого Шишки, кстати, вообще нормальная тема Вот, и тоже можно взять шишку И постоять вот так вот на ней А в прекрасных местах на природе Очень здорово наблюдать, как растут деревья И понаблюдайте за своими ощущениями После того, как вы хорошо прокатаете стопы У меня очень часто, если есть какие-то блокировки в шее После того, как я прокатаю стопы Шея станет чуть-чуть получше Вот такая магия наших фасциальных поездов Все упражнения с жестким шариком Лучше делать после тренировки Но если вы чувствуете, что в каком-то месте у вас есть прям сильное напряжение То можно прокатать и до Очень часто я чувствовала, что вообще у меня колено не сгибается Там плечо не работает Но я прокатала жестким шариком И все, мышца начинает двигаться Становится более функциональной Следующие упражнения будут направлены на развитие мобильности В ног, в основном это тазобедренные суставы и голеностоп И первое упражнение это скрутки в тазобедренных суставах Делаем упор на руки и выполняем 6-8 скрутов тазобедренных суставов Стараемся, чтобы спина у нас была ровная И выполняем скручивание Следующая вариация этого упражнения это уже руки перед собой Мы сидим такие важные в школе Слушаем, что нам говорят В этом упражнении стараемся выпрямлять спину И чтобы обе тазовые кости максимально были прижаты в пол Следующая вариация этого упражнения Мы делаем скрутку И поднимаемся на коленки Садимся Делаем скрутку И поднимаемся на колени В этом движении сжимаем ягодицы И как можно сильнее толкаем таз вперед Далее выполним динамический стретчинг мышц бедра Мы вставим ноги под 90 градусов И уходим вперед Стараемся, чтобы у нас тазовые кости смотрели прямо Можно опереться ногами И уходим назад, выпрямляя ногу Уходим вперед Можно прогнуться в спине И уходим назад Уходим вперед В этой позиции тоже сжимаем ягодицы Стараемся тянуть таз к полу И назад Растягиваем заднюю поверхность бедра В этой позиции ставим ногу на носочек И приподнимаем колено Сжимаем ягодицу Удерживаем эту позицию В этой позиции очень хорошо растягивается Повздошно-поясничная мышца И другие мышцы бедра Можно чуть-чуть опачать Кладем ногу обратно Поднимаем Старим на место Поднимаем Старим на место Поднимаем Старим на место Закончили Теперь поворачиваемся На 90 градусов И следим Чтобы угол тазовых костей У нас смотрел Точно вперед Здесь ногу Выставляем Под углом 90 градусов И начинаем Таким образом Присаживаться И возвращаемся назад Присаживаемся Возвращаемся назад Делаем таких Где-то 15 повторений Для контроля тазовых костей Можно поставить руки на пояс Тем самым Мы будем контролировать Их движения Следующее упражнение Это мобилизация Голенстопного сустава С резинкой У меня резинка Такая Достаточно Жесткая Она где-то По-моему На 9-12 Килограмм Что-то такое Мы Ставим Ногу И надеваем резинку Под углом 45 градусов Вот туда Вниз Важно Чтобы резинка была Ниже Вот этой вот Косточки И Встаем Одной ногой Закрепляем Натягиваем Второй Вот таким образом И После этого Выполняем Вот такие выпады Движения Вперед Назад И Выполняем Таких 30 движений Стараемся Чтобы Амплитуда Была Как можно Больше И мы Как можно Дальше Заводили Колено Туда За носочек После выполнения Этого упражнения Можно почувствовать Что у нас Ноги Какие-то Более легкие И Выполнять Всякие Вот такие Вот Вставания Нам Гораздо Проще Будет чувствоваться Такая Прям Свобода В колено Суставе Следующий Комплекс Упражнений Будет направлен На развитие Стабильности В коленных Суставах Первое Упражнение Это Статика С резиночкой Мы берем Либо Круглую Резинку Либо Обычную Резинку Средней Жесткости И Просто Завязываем Ее Надеваем На ноги Вот так Вот Делаем Упор На локте Мы Поднимаем Ногу Здесь Угол Небольшой Примерно 30 градусов Чуть-чуть Уводим Ногу В сторону И Разворачиваем Стопу Где-то Тоже Примерно 30 градусов Чтобы Улучшить Воздействие На Медиальную Головку Четырехглавой Мышцы Движение Очень Простое Мы Поднимаем Ногу И Держим 10 секунд Сначала 10 секунд Одной Ногой Потом 10 секунд Другой Ногой Очень Ну и в общем Их тоже Дают Как Профилактику Травматизм Держим 10 секунд Одной Ногой Затем 10 секунд Другой Таких 10 повторений Всего Один круг У вас Займет 3 минуты 20 секунд 3 минуты 20 секунд Безудержного Веселья Закончили Это был Первый угол Нашей коленной Статики Второй угол Мы Выполняем С фитболом Или Со стулом В общем Нам нужно будет Поставить ноги На Какое-то Возвышение Мы Ложимся Ноги у нас На возвышение Движение следующее Мы Отводим Ногу в сторону Примерно На 30 градусов И удерживаем В течение 10 секунд Подержали И Поменяли Ножку Таких 10 повторений Также Весь Круг Займет У вас 3 минуты 20 секунд Для Хорошей Тренировки Можно делать Два Круга Для Профилактики Или Разминки Можно делать По одному Кругу Вот этой Вот статике И Вот этой В этом движении Очень хорошо Включаются Мышцы Внешней Поверхности Бедра И Укрепляются Боковые Связки У коленей Для выполнения Следующего упражнения Нам понадобится Нестабильной платформы Если у вас Ее нет Это не страшно Можно взять Обычный Коврик И Свернуть Его Вот так Вот Несколько Раз Тогда Тоже Получится Такая Достаточно Мягкая Мягкая Нестабильная Штуковина Мы Берем Нашу платформу Становимся Одной Ногой Встаем Держим Баланс Ногу Перед собой Руки Ровно Вверх И делаем Следующее Движение Выходим В ласточку На одной Ноге И Возвращаемся Назад Делаем Таких 12-15 Повторений Это Не совсем Простое Упражнение Достаточно Комплексное Оно Очень Хорошо Развивает Стабильность Голеностопа Стабильность Колена И У нас Икреножная Мышца Может Очень Сильно Устать В конечной Позиции Стараемся Чтобы у нас Руки И задняя Нога Были На Одной Линии Чтобы Усложнить Это упражнение Можно Снять Кроссовки И Выполнить Его На Вообще На Очень Вот этой Вот На самой Мягкой Поверхности Либо На Вот Такой Нестабильной Подушке Это Вообще Прям Такое Это Уже Мясо То есть Просто Постоять На такой Подушке Уже Не совсем Просто А если Вы начнете Выполнять Еще Следующее Движение То Становится Жить Голосом Гораздо Интереснее На самом Деле Я вот Помню Что Во всех Упражнениях На баланс Самое Важное Это Наоборот Расслабиться Потому Что Чем Больше Вы Напрягаетесь И Сжимаетесь Тем Тяжелее А Когда Вы Смотрите Просто В Какую-то Непонятную Точку В Пространстве И Расслабляетесь Тогда Что-то Получается Следующее упражнение Это Присед с мячом Между ног Для этого Нам понадобится Фитбол И Мячик Либо Ролл В общем Любое Приспособление Которое Вы Можете Зажать Коленочками Движение Следующее Мы Ставим Фитбол К стене Его Примерно Под попу Затем Ставим Мячик Между коленей Сначала Его Не Сживаем Первая Позиция Это Стартовая Позиция Мы Просто Стоим У Стены 5 секунд Затекаем На Часах 5 секунд Стоим Далее Мы Делаем Присед И Удерживаем Эту Позицию В течение 10 секунд Здесь Мы Почувствуем Напряжение Четыреглавой Мышцы Бедра И Очень Важно Здесь Не забывать Сжимать Ягодицы И Подкручивать Таз Немножечко Вперед Так Стоим 10 секунд И Следующее Движение Это Мы Сжимаем Мячик Нашими Коленками Внутрь Тоже В течение 10 секунд Так Прям Вроде Сидишь Ничего Сложного Но Подышать Приходится Далее Все Повторяем Приседаем Сначала Сначала Просто Сидим Руки Можно Выпрямить Перед Собой Можно Их Положить На коленки Но Для Лучшего Контроля Я Выпрямляю Перед Собой Стоим 10 секунд И Далее Сжимаем Коленями Мячик 10 Секунд После Исходной Позиции Мы Делаем Присед Угол Вот здесь 90 градусов И мы Просто Сидим Руки Выпрямляем Вперед И Считаем До 10 Или Затекаем Просто 10 Секунд После Этого Мы Начинаем Сдавливать Наш Мячик Прямо Здесь Видно Как я Его Сдавила Прямо Это Очень Хорошо Включает Приводящие Мышцы Бедра И Прям Так Сильно Достаточно Ноги Напрягаются Придется Чуть Попотеть И После 10 Секунд Сдавливания Возвращаемся В исходную Позицию Выполняем Таких 3-4 Круга Обычно Выполняю 4 Круга В разминку Можно Сделать 1-2 Подхода Если Вы Делаете Тренировку Прямо Тренировку ЛФК То Можно Сделать 4 Подхода Это Такое Очень Хорошее Комплексное Упражнение 3-4 6-7 8-9 10 4 5 6 7 8 9 10 Все У меня Прям Мышцы Горят Коленки Горят Это Значит Что Мы Прям Хорошо Поработали Отдыхать Можно Просто Сидя Очень Важно Еще Все Таки Вообще На постоянку Включить Себе Такие Тренировки Потому Что Важно Сначала Восстановиться После Какой-то Травмы Реабилитации То Есть Прямо Четенько Выдержать Вот Этот Вот Промежуток Выполнять Все Упражнения Которые Вам Говорят Но Даже После Этого Вам Нужно Продолжать Держать В тонусе Свои Слабые Места Потому Что Я Знаю Что У Меня Были Проблемы С Коленями С Плечами Поэтому Хочешь Не Хочешь На Постоянке Я Теперь Выполняю Эти Упражнения То Есть Либо В Недельном Плане Выделяю Отдельный День Либо Просто Делаю В Каждой Тренировке По Одному Два Упражнения В Качестве Профилактики И Это Здорово Помогает Следующее Упражнение Это Краб Ходьба Крабом Все Очень Просто Мы Надеваем Резинку Вот Это Слабовато Сейчас Для Демонстрации Пойдет И Мы Делаем Вот Такие Достаточно Широкие Шаги В Одну И В Другую Сторону Делаем По 15 Шагов В Каждую Сторону Один Два Подхода В Разминку И Три Четыре В Тренировку Это Тоже Здоровское Упражнение Я его Очень Люблю Делать В Разминку Особенно Перед Скоростью Или Перед Болдрингом Когда Нужны Прям Хорошо Прогретые Колени И Оно Здорово Включает Всю Внешнюю Линию У ведра Следующее Упражнение Это Изометрия На Медиальную И Латеральную Часть Коленей Нам Нужен Какой-то Предмет Это Может Быть Рол Может Быть Здесь Стул Все Что Угодно Главное Чтобы У нас Сохранялся Угол 90 градусов Вот Здесь В коленях И Они Не Были Слишком Сильно Ротированы Друг От Друга И Мы Основанием Большого Пальца Вот Такая Косточка Тут Может Быть Этим Основанием Мы Давим Туда Внутрь То есть В стопе Тоже Примерно 90 градусов И Начинаем Вращение Вот Так Вот От Себя То есть Мы Давим Основанием Мизинчика Вот Туда Вот В Нашу Тумбу 7-8 Секунд Давим 3-4 Отдыхаем 7-8 Секунд Давим 3-4 Отдыхаем Это Упражнение Можно Выполнять Также Сидя Когда Сидим Там Скучно Нам Тоже Садимся У стеночки Специально И Выполняем Движение Вращаем Стопу Наружу Сопротивляемся Стеночкой 7-8 Секунд Напряжения 3-4 Отдых И еще Хочу вам Показать Одно Бонусное Упражнение Это Комплекс Упражнений Для спины На фитболе Нам Нужен Для этого Фитбол Мы Ложимся И оно Выглядит Следующим Образом Это Супер Сет Из Трех Движений Первое Движение Это Гиперэкстензия Мы Немножко Проезжаем Вперед Ноги У нас Вместе И мы Делаем Упор На руки И Поднимаем Ноги Делаем Таких 15 Движений Далее Мы Ложимся Просто Провисаем На фитболе И Выполняем Следующее Движение Мы Поднимаем Правую руку Левую ногу Вот так Разноименно Поднимаем Удерживаем Лохоть Нога Прямая И Опускаем Поднимаем Держим И Опускаем Делаем Таких По 10-12 Повторений На Каждую Сторону И Следующее Третье Движение Мы Становимся На Коленки Ноги Просто Свободно На земле И Мы Поднимаемся Удерживаем В этой Позиции Пару Секунд И Опускаемся Поднимаемся Опускаемся Для Увеселения Можно Взять Резиночку И С подъемом Можно Сделать Вот такое Раскрытие В плечах Это Хорошее Упражнение Для Осанки То есть В этой Позиции Мы Максимально Включаем Лопатки И мышцы Спины И Возвращаемся Назад Делаем Таких 15 Повторений Это Был Один Круг Из Трех Движений Таких Делать Три Круга Ну и На закуску На десерт Выполним Самое Веселое Упражнение Это Вращение В Голеностопе Но я Это Упражнение Называю То Как оно Чувствуется Блеотный Носочек Мы Ложимся На спину Подхватываем Одну Ногу И Делаем Круговые Вращения В Голеностопном Суставе Вроде Со стороны Кажется Что это Какая-то Типа Чего-то Сложного Вообще Ну вы Просто Попробуйте Очень важно Здесь Чтобы Нижняя Нога Которая Лежала Была В тонусе То есть Прям Постоянно Нужно Проверять Чтобы Она Была Такая Не Желе А Прям Такая Собранная Соберегся Тряпка Следим Затем Чтобы У нас Тазовые Кости Никуда Не ездили Для этого Упражнения Можно Выполнять Вот Как я Сейчас У Тумбы Либо У Стеночки Это Просто Для Контроля Чтобы Все У вас Было Ровненько Ничего Никуда Не уезжало Смотрим Чтобы Мы Ровно Лежали На Коврике Все Висели Наверное В количестве И В амплитуде То есть Наша Задача Носочком Нарисовать 40 Ровненьких Кружочков Делаем Упражнение Медленно Контрольно И Следим Чтобы Нижняя Нога У нас Была В тонусе А Верхняя Ровно Рисовала Кружочки Очень важно Что Когда Вы Вращаете Стопу От Себя Вот Так Вот Прям Вывернуть Свод Чтобы Он Посмотрел На Вас И Соответственно Всю Амплитуду Внутрь Тоже Делаете Полной Уже Дуешь Фу Какая Гадость И Хочется Чтобы Это Упражнение Как можно Быстрее Закончилось Уф Какой Ужас Когда Сделали 40 Вращений В одну В другую Сторону Довижение Номер Два Представляем Что Наша Пятка Это Поршень И Наша Задача Его Задвинуть И Выдвинуть Обратно То есть Получается Вот Такие Движения Пяткой Пятка Как будто На одном Уровне С Икроножной Мышцей И Мы Тоже Делаем Таких 40 Движений Очень Здорово Выполнять Это Упражнение В компании Потому Что Когда Ты Видишь Что Твоему Товарищу Тоже Плохо И Тяжело Тебе уже веселее Немножко Ставится Что Ты Не Один Страдаешь Ничего Все Это Скоро Закончится После Этого Упражнения Можно Чувствовать Как У Нас Очень Сильно Прогрелся Голеностоп Это Упражнение Я Вообще Стараюсь Сделать Каждый День Каждое Утро Перед Пробежкой Либо Перед Какими-то Длинными Походами И Перед Лазанием Болдеринга Особенно На улице На скалах Потому Что Там Могут Присутствовать Неконтролируемые Спрыгивания И Желательно Чтобы Наш Голеностопный Сустав Был К этому Готов Здесь Может Вообще Возникать Напряжение Везде И В колене И В голеностопе И В бедре Где угодно Это нормально И упражнение Достаточно Безопасное То есть Здесь Вообще Нету Никакой Нагрузки Которая Может Травмировать Наконец Это Закончилось И На этом Мы Завершаем Наш Выпуск На Этой Прекрасной Ноте Я Желаю Вам Всем Успешно Тренироваться Качать Булки Восстанавливаться И Просто Быть здоровыми Хорошо Себя Чувствовать Подписывайтесь На канал Федерации Скалолазания России Увидимся В следующем Выпуске